Всем привет, привет! За окном у меня крапает дождь. Такая уютная домашняя атмосфера как раз располагает к домашнему видео, где я покажу вам все, что я покупала для дома, для уюта. Надеюсь, вы для себя найдете много всего интересного и, конечно же, полезного. Оставайтесь с собой. Начинаю покажу вам мой лайфхак. У меня была, может быть, помните, лет пять назад клач я покупала. Как-то показывала в видео с покупками. Но я практически никуда его так и не носила. И у меня уже начали отлипаться здесь ручки. Поэтому, чтобы не выбрасывать, я решила использовать ее как футляр для кистей. И очень красиво, мне кажется, здорово смотрится. Прежде чем что-то ненужное выкинуть, посмотрите на это с другой стороны. Может быть, это еще имеет место быть в вашем доме. То, что я покупала уже давным-давно у нас в городе, но не показывала. У меня где-то есть давняя фотография в Инстаграм с этим ночником. Вы знаете, чем он хорош? То, что он прошел огонь и воду, переезд. И несколько раз Маркуша ронял этот ночник, но с ним ничего нет абсолютно. Вот он горит, сейчас при гимном плохо видно. Поэтому в этом плане мне очень понравилось то, что действительно качественно сделанная вещь. Есть еще вот эта подставочка. Хорошо дополняет интерьер в детской комнате. И детишки тоже любят на ночь смотреть на эту луну. Единственное, что от ударов есть небольшие коцки. Но, тем не менее, конструкции прочно держатся. Все работает. Просто молодцы, кто это делал. Это все ручная работа. В общем-то, до сих пор пользуемся и радуемся. Кстати, насчет детей. На той квартире нас не беспокоили комары. Здесь же просто напасть от них. Но, может быть, потому что еще москитных сеток я не поставила. Поэтому раптор, рейк или как это, пластины от комаров нам в помощь. Более-менее они нас спасают. Посмотрим, как дальше. Несмотря на то, что лето на исходе, может быть, все-таки поставлю уже в этом году москитные сетки. Или, если они нас спасут, то уже оставлю это до следующего сезона. Также я себе заказывала различные свечи, подсвечники. Я обожаю такого рода вещи у себя в доме. Вы знаете, даже жалко распаковывать. Давайте по шуршу вам. Тогда я думаю, зачем я заказываю красивые свечи? Потому что они часто у меня долго-долго стоят для какого-то определенного случая. Потому что мне просто жалко. Немного в похожем дизайне. Выбрала еще и поменьше. Ну, классный же, да, композиция. Здорово смотрится на полочке. Также взяла более простую, но тоже с рисунком. Здесь такая бабочка. И вот такая мне показалась шикарная композиция, да. Я все постаралась выбрать в таких коричнево-кофейных тонах. Потому что в основном дома у меня все либо светло-белое, светло-бежевое. Поэтому хорошо будет немного разбавлять вот этот весь светлый фон. Мне очень нравится. Напишите, как вам, как вы относитесь ко всем этим свечам. Как часто вы их зажигаете. Вообще, свеча, это, конечно же, определенно создает какую-то иную атмосферу, уюта, да. Романтики и какого-то спокойствия, что ли. Вот так это там гнездышко выглядит. Здесь, что хорошо, уже эта конструкция остается. И можно просто менять. Заказывала я их на сайте mirolet.ru. Там очень интересные есть авторские украшения, авторские работы. И вот подобного рода подсвечников очень много. Делается все это на заказ, вручную. Ну, мне кажется, это все заметно, да, что так несколько оригинально выглядит. Также мне нужно обновлять посуду для электроплиты на протяжении практически 4 лет. У меня две сковородки Tepal, большого и маленького размера. Но эта новая электроплита у меня размер, видимо, немного другой. Либо расположение вот этих кружочков. Получается так, что если я готовлю на большой сковороде, то рядом среднего размера уже ничего не поставишь. Только что-нибудь маленькое. Этот нюанс, когда я покупала электроплиту, не учитывала. Та у меня в этом плане была более удобная. По расположению мне ничего не мешало. Я могла хоть все 4 комфорта заставить чем-то таким большим. Поэтому мне нужно было докупить небольшие сковородки. Одну сковородку я взяла из серии Джейм Оливера. Это известный шеф-повар. У него есть своя серия посуды. Вот так выглядит эта сковорода. Они идут с режимом термоспот. Вот этот символ исчезает. И просто красный индикатор остается, когда нам подсказывает уже, что сковородка нагрета до нужной температуры. И можно приступать к готовке. Также здесь антипригарное покрытие. И, в общем-то, очень классные сковородки. Надеюсь, долго-друга они мне прослужат. Вот такая тоже небольшого диаметра. С крышкой сковорода тоже с таким же режимом. И, видите, крышка такая интересная. Она как-то вовнутрь, а не так, чтобы вот эта ручка была здесь, снаружи. И в следующий раз еще возьму себе большого диаметра сковородку. С какого-то интернет-магазина мне просто прислали органайзер-бокс сюда. Суть в том, чтобы сюда положить что-то, допустим, нужное. Либо пульт от телевизоров и прочее. Либо что-то из косметики. И эта штука должна лежать на ручке вашего кресла или дивана. Но у меня нет такого кресла и дивана. Ручка, чтобы удобно можно было это все с собой переносить. Допустим, положила уже компактненько. И делаешь там маникюр, педикюр или еще что-то. Пока эту штуку я не заценила. Напишите, пользуетесь вы такими штуками или нет. Вот она у меня лежит пока без дела. Можно без потом, когда уже обживусь определенной мебелью. Эта конструкция действительно покажется мне полезной. И еще хочу вам наконец-то уже показать мои вещи с сайта SheInside. Не показала вам его в прошлом видеопокупок. Потом у меня не состоялось показать это видео во влоге. Пришлось срочно ехать в трампут с маркушкой. В общем-то, поэтому в этом видео, я надеюсь, мне ничего не помешает наконец-таки уже показать эти вещи. В инстаграм мы уже видели, например, вот это платье. Оно безумно классное. Это хлопок. Очень так игриво, легко смотрится. В жаркую погоду можно носить. Но, вы знаете, довольно-таки плотное. Я вставлю фотографии, потому что оно вызвало какой-то бум вопросов. Откуда оно. Единственная неудачная вещь с этого сайта по размеру. Всегда так получается, когда я сомневаюсь в плане размера. Думаю, может быть, будет мне великоват. Так и получается, что вещь приходит мне велика. Поэтому я уже сделала вывод. Если у меня уже есть какие-то сомнения по поводу того, что будет вещь слишком для меня большая, я просто не буду ее заказывать и все. Вот так же получилось с этим платьем. На модели очень классно она смотрится. Но платье реально 44 размера. Мне нужно было где-то 42 размер. Но по качеству само платье хорошее. Также я выбирала себе такую серую майку с красными губами. Довольно так сочно, стильненько смотрится. Можно еще поносить в теплый сентябрь и остатки нашего сладкого августа, летних деньков. Обалденные у меня здесь рубашечка. Низ немного ниже, чем впереди. Убрать вот всякие торчащие ниточки. Но это такая мелочь, мне кажется. Вообще сама рубашечка очень классно смотрится. Я обычно закатываю рукава на три четверти. Мне нравится, как она смотрится. И в целом вещами я довольна. Но вы и сами уже поняли, что в основном из китайских сайтов у меня остались два. Это Шинсайт и Ромви. И как мне кажется, это все равно все одно производство. Девчонки, также хочу вам еще напомнить про сайт Letyshops. Помните, я как-то уже вам рассказывала о нем. Это сервис по возвращению кэшбэка с покупок. То есть любые покупки абсолютно, бьюти, для дома, одежда, все что угодно. Если мы заказываем через этот сайт, там сотни различных магазинов. И нам возвращается с этого реально деньги. Я уже вернула порядка, наверное, тысячи рублей с различных, причем скажу мелких покупок. Плюс также есть там функция реферальной ссылки. Если по этой ссылке проходят ваши друзья, то с их покупок вам тоже идут различные бонусы. Поэтому я ссылочку оставлю внизу. Сейчас 21 век, мы абсолютно все практически покупаем через интернет. Чтобы не переплачивать, у нас копилилась денежка для нашего же шопинга. Обязательно заходите, я думаю, вам будет полезно. И все, на этом я теперь с вами точно прощаюсь. Увидимся с вами в следующем видео. Это будет, наверное, видео с косметическими моими обновками. Причем таких видео будет сразу несколько, потому что у меня накопилось для вас много-много всего. Так как бьюти-видео я очень долго не снимала. Всем вам говорю пока-пока. Хорошей погоды за окном. Целую вас и до новых встреч. Привет. Первое, что хочу вам показать.